Как заработать на японской иене, а также на других валютах, рассмотрим в этом выпуске. Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday. Давайте посмотрим на график и поймем, как добыть из него деньги. Поехали! Итак, японская иена находится в нисходящем тренде, однако она начинает корректироваться и в этих коррекциях наблюдаются интересные моменты. Давайте посмотрим поближе, H4 график. Что мы видим? Мы видим, что вот в этой коррекции цена достигла, практически дошла до линии сопротивления уровня Fibonacci 23.6. Вот на D1 ее видно. И получается, что теперь это хороший знак. То есть, если цена отбивается от линии Fibonacci, значит она в дальнейшем тоже вероятность высокая, что будет отбиваться. Поэтому ждем ее около следующего уровня. Вот здесь вот 38.2. Это в районе цены 136.549. Рассчитываю, что если она дойдет до сюда, то можно будет от нее продавать и зарабатывать на снижении. Давайте теперь посмотрим поближе. H4. Здесь я вижу, что вот на этой коррекции наблюдалась такая формация. То есть, были максимумы. Я провел линию сопротивления. И эта линия сопротивления дала хороший сигнал на прошлой неделе. Зеркальная линия поддержки. То есть, отсюда цена отбилась и кто торговал-то неплохо так заработал. Теперь цена пойдет либо вверх, либо вниз. Если она пойдет вниз, то мы можем заработать на коррекции от линии поддержки. Смотрите, какая хорошая линия поддержки. Здесь в районе цены 128.737 можно будет покупать, зарабатывать на росте. Если же цена пойдет все-таки вверх, то прежде чем она дойдет до того уровня Fibonacci, она может еще раз откорректироваться от уровня 23.6. Это в районе цены 133.034. Так что ставим оповещение. Кстати, про оповещение у меня есть отдельное видео. Обязательно смотрите. И зарабатываем на коррекциях от уровня сопротивления и поддержки. Кстати, хочу, что заметите. Что сейчас под по йене нисходящий тренд. Ну, по доллару йене нисходящий тренд. А это значит, что самый лучший сигнал именно вход на продажу. А на продажу откуда вход хороший? Именно от линии сопротивления. Поэтому, если цена дойдет до уровня следующего сопротивления, то можно будет как вручную там продать, так использовать, например, моего торгового робота. В долгосроке получается. То есть, мы ставим отложенный ордер и продаем, и запускаем его на продажу. Цена движется вниз, и он собирает прибыль при движении вниз. Если же будет коррекция, то на усреднениях он выйдет из просадки. Однако, всегда на нисходящем тренде вероятность того, что он быстро выйдет из просадки достаточно высокая. Поэтому, очень удобно в такие моменты использовать торгового робота. Кстати, если у вас счет у брокера Аймарки, сможете получить робота бесплатно. Кому интересно, переходите по ссылке в описании на мой канал, и там пишите мне в телеграм. Я расскажу, как его получить. По евро-доллару видим противоположный восходящий тренд. И давайте посмотрим вблизи, что мы здесь можем увидеть. Ну, во-первых, цена хорошо отбилась от уровня 23.6. Это тоже хороший знак. Ну, такой же, как, собственно, и по японской иене, только в обратную сторону. И сейчас цена пошла дальше. Если она пойдет дальше, то ждем ее около уровня 38.2. Давайте на D1 посмотрим. Видите, вот здесь синий квадрат. Это значит, что здесь цена разворачивалась, и ее разворот совпал с линией 38.2. Это вообще шикарно. Если цена евро до сюда дойдет, отсюда просто 99%, что цена отобьется, и мы заработаем на росте. Поэтому следим. Не забываем, ставим оповещение. Швейцарский франк к японской иене. Наблюдаю вот такую вот формацию. Два максимума. Линия сопротивления. Классика жанра. Поэтому ждем, когда цена дойдет до этой линии сопротивления. Отсюда можно будет смело ставить ордер на продажу и зарабатывать на снижении. Британский фунт к доллару. Если посмотреть дневной график, видим, что цена движется вниз и приближается к уровню 38.2. От него мы ожидаем разворот наверх, и на росте можно будет заработать. Доллар канадец движется потихонечку тоже в нисходящем тренде. Ждем его также около линии фибоначи 38.2. Здесь тоже был уже разворот. Отметим его синим квадратом. И также ждем его еще раз здесь в плане роста. То есть если цена дойдет до уровня цены 1.32-1.31, можно будет покупать, зарабатывать на росте. Ну а если же пойдет она вверх, то здесь есть другой уровень сопротивления. От него продаем и зарабатываем на падение в районе цены 1.35-106. Вот такие сигналы на эту неделю. А полный обзор смотрите на моем канале. Ссылка на канал в описании. А сейчас давайте посмотрим новости. На этой неделе есть одна интересная новость, на которой мы на такой же на прошлой неделе заработали. И на этой, думаю, тоже заработаем. Во вторник новость по ВВП Японии. Правда она глубокой ночью по нашему времени. Если по вашему времени это подходит и вы можете поторговать, обязательно посмотрите. Потому что предыдущее значение минус 0.2, а прогнозируемое 0.5. Так что если ВВП увеличится, то эта новость будет хорошая для японской иены. А значит доллар японской иены может снизиться. В 16.30 будет базовый индекс потребительских цен по Америке. Думаю, что повысится волатильность, хотя сильных изменений я здесь не вижу. В среду также индекс потребительских цен по Британии. Здесь также сильного изменения нет. Ну и в четверг, в четверг будет самая интересная новость. Это изменение уровня занятости. Чем она интересна? Тем, что предыдущее значение было тоже отрицательное, как по японской иене похоже. А следующее положительное 20. Если новость подтвердится, будет 20 тысяч или еще больше, 30 или 40, то это положительно скажется на австралийском долларе. И он может в моменте вырасти на несколько сотен пунктов. Новость, правда, будет тоже глубокой ночью. Поэтому, если вы живете в Австралии, то грех не поторговать австралийским долларом. Кстати, напишите, если вы живете в Австралии и смотрите мои видео. Очень интересно. У меня очень много клиентов из разных стран. Из Австралии еще никто не писал. Вот такие новости и сигналы на эту неделю. Напоминаю, что вышел мой онлайн-курс. Базовый курс для начинающих. Если вы только начинаете торговать, обязательно переходите на мой сайт. Переходите по ссылке на сайт с курсом. И ознакомьтесь бесплатно. Скачивайте презентацию. Если вы хотите заложить хороший фундамент для вашего будущего успешного трейдинга, то вам просто необходим фундамент, фундаментальные знания. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.